Добро пожаловать, друзья мои! Резидент Эйвл Уилыч, мы продолжаем проходить дополнение Тень Розы. Не забыть украсить гостиную, принести вино в столовую, второй подарок Розы в кабинет, но он там спрятан. В общем, нас перенесли домой, там, где мы начинали игру в Уилыч, там, где, собственно, играли за Итана, видели Мию, видели маленькую Розу, всё было в порядке до какого-то момента. Едем дальше. Повезло, что вы у меня есть. О, голос знакомый. Прекрасно. Чего это голос? Неужели? Папин? Получается, что да. Здесь жили мои родители, когда я родилась. Уверена, папины воспоминания есть и в других вещах. Вот я и пытаюсь как бы покопаться. Она такая кроха. Неужели однажды она вырастет и разопьёт бутылочку вина со своим стариком? Значит, папа любил вино? Ну, видимо, да. Регина Роллс. Класс, название вина прекрасное. Она постоянно бьёт ложкой под эту песню. Может, она станет музыкантом? Интересно, играл ли папа на инструментах? На нервах, я думаю, точно играл, да? Хотя мама тут такая была, я помню. А, если кто не смотрел, я даже не буду говорить, что с мамкой случилось здесь. Ой-ой-ой. Она не может оторваться от бутылочки. Папа, небось, кормил меня, едва я начинала орать. Было дело. По-моему, с этого как раз и начиналась игра, насколько я помню. Так, что, опять вино? Подожди, там винишко, тут винишко. Не многовато ли винишко у нас здесь? Не спеши, осмотрись. Хорошо. Ты имеешь в виду осмотреться прям вообще везде или... Хорошо. Давай посмотрим, что здесь. Может, я что-то упустил. Помимо фотографий, может быть, что-то есть интересное. Не забудь посмотреть наверху. А вот твоя люлька, смотри. Вот твоя коляска. Прекрасно, прекрасно. Можно выйти. Не, нельзя. О, а я и не заметил тебя. Мерси. Погнали наверх. Дом красивый, не спорю. Приятный, хороший домишко. Уютный. Так, с какой комнаты начать? Я даже не знаю. Ой-ой-ой. Помнишь, тут была загадка? Здесь была загадка, но она, видимо, уже разгадана. Да. В нашей семье всегда любили эту мелодию. Кажется, я ее раньше слышала. Красивая. Ну, вообще, на самом деле, да. Правда, ее не слышно было почему-то. Забыли, видимо, добавить. Что интересного батя нам оставил в туалете? Ну, ничего, слава богу. Хорошо. Пошли посмотрим тогда. У нас раз комната осталась. И это, по-моему, комната мелкой. А это спальня родителей. Итан. Напоминаю, что 2-го числа Рози будет полгодика. Я испеку самый вкусный в мире торт. Так что будь готов его съесть. Я теперь буду печь торты на каждый семейный праздник. А ты наделай нам побольше фотографий для нашего семейного альбома. Я так давно не видела маму. Кстати, да. Есть такое. С мамой вообще вопрос непонятный здесь. Поэтому, ну, как бы надо же понимать, откуда способности могли быть. Смотри, там что-то висит. Но шкаф закрывает. Что, все, что ли? В спальне родителей... А, шкаф есть. Стоять. Привет. Что это? Знаю, она еще маленькая для такого, но это слишком мило. Интересно, во что мы с ним играли? Даже боюсь спросить. Но открыть его, понятное дело, нельзя, да? Там что-то интересненькое. А ведь голос Бати, это же голос Wake Up Samurai, помнишь, в Киберпанке? Кто Киан Ривса звучал? Ну, вот, пожалуйста. Тоже узнаваемый голос. Что по фоткам? Цветочки, понятно. Так, заходим к себе. Это моя комната? Да, это твоя комната. Тут как-то неинтересно. Все какое-то блеклое, серое, непонятное. А вот и твоя кроватка. Шмотки твои. Ну, давай начнем отсюда. Она растет так быстро. Не по дням, а по часам. Такая крохотная кроватка. Хорошо, с коляской вроде как разобрались. Что здесь? Она уже выросла из этих ползунков. Не верится, что я была такой крохой? Ну, была. Получается, да. Удивительно, но там мишка нарисован. Я-то думал, сейчас будет обезьяна. Подгузники. И завешены стекла. Так обычно делают, когда кто-то умирает. Я знаю, есть такое вот дело. Ну, не стекло, а зеркало в смысле. А мы еще тут зеркала видели? Кто-то наблюдал вообще внимательно? А в туалете не завешивали. В туалете как все было, так и осталось. Так, идем дальше. Тут еще такая маленькая есть комнатушка. Тут что-то интересное. Что это? Карта из щитка. Тут надо что-то прослушать. Станет ли она похожей на меня, когда вырастет? Я такая счастливая. Вращать. Что у нас? Опачки, иди сюда. Ключ от ящичка. Хорош. Что в ноуте? 2 февраля. Розе исполнилось полгодика. Шесть месяцев пролетели словно один день. Я хотел сохранить в память этот миг. Эти чувства и написал особое поздравление. Оно, наверное, получилось излишне слезливым. Я сгорю от стыда, если его найдут, поэтому убрал его в ящик комода. Ключ за мои любимые фотографии. Мы уже нашли, и будем сейчас плакать, наверное. Так, читаем. Я в школу, и я приду, если приснится кошмар, и буду петь, пока ты не заснешь. Я обниму тебя в час грусти и тревоги, а потом скажу, что все точно наладится. Я очень люблю тебя, Роза. Помни об этом, папа. Да, неудачно получилось. Никто тебя не любит. Маленькая завистливая дрянь. Хе-хе-хе-хе-хе. Хочешь, насмешу? Ты же ищешь одну вещь. Она не здесь. Значит, у тебя нет очищающего кристалла? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Само собой. За ним надо идти глубже. Гораздо глубже. Ох, Роза. Вечно тебя все обманываю. Что я тебе сделала? Никто тебя не любит. А когда ты умрешь, всем будет плевать. Хватит. Ай-яй-яй. Пора тебя утопить. Не надо меня топить. Не надо этого делать. Я была пьёпать. Вы заметили, что Роза вся грязная, а волосы чистые. Как будто только из душа вышло. Так, Розочка, деточка моя, давай как-нибудь реально бежать. Девочка завидует просто белой завистью. Опа. Проходим, проходим. Не задерживаемся. Ну, что ты стоишь-то? Ну, блин. Твою мать. Ты прикалываешься? Что случилось? Что это было сейчас? Почему я не мог двигаться? У меня было два заряда. Я их не использовал, потому что никто не говорил ни о чём. Перезабыл. Вы сгинули нахрен просто. Пора тебя утопить. Не надо меня топить. Я была первой. Первой? Ну, вот видишь, а выбрали нас, получается. Почему ей нужна только ты? А он ли? Так, побежали обратно. Побежали обратно. Глянь на себя! Ты же обычная пустышка! Чё тебе надо? Чего ты до меня докопалась? Так, там мы не пройдём. Здесь мы тоже не пройдём. Надо понять, куда двигаться. Какую... А, вот. А где батя наш? Куда он делся? Что это? Опа! Большой шелфей. Так, сюда. Воу! Блядь, грёбаные куклы! Сукины дети! Там что-то слева лежало. Подожди. Хорош. Хорош! Что, батя пишет? Батя ничего нам не пишет. Так, обходим. Аккуратно сваливаем нахрен отсюда. Куда это ты суперлась? О, смотри! Твоя семейка! С меня хватит! О, мамки! Мамки, мамки. Так, от мамок надо сваливать. По-хорошему, по-быстрому. Желательно. Пошла нахуй, блядь! Так, тут мы открыли, закрыли. Так, главное, чтобы они там не прошли. Ой-ой-ой, девочки, стоять! Бояться. Тихо, 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 дамочки, тихо! Так, Роза, валим отсюда. Фух! Я вспомнил, как место называлось. Это ж Беневиньенто, или как-то так оно называлось, домик этот. Помнишь? Спасибо, бать. Вот это было хорошо. Ой-ой-ой. Сваливаем. Пора уходить, согласен. Поехали. Я бы не задерживался больше в этом месте. Ну его нахер. Будь осторожна. Мы еще не спаслись. Это из-за Эвелины. Эвелина? Это та девочка? Походу, да. Мы все еще не можем выбраться. Так, это явно не конец еще. Используй свою силу против нее. Я помогу, как только она ослабнет. Хорошо. А у меня есть шалфей мой любимый? Нет? Нет. Блядь, этот дом гребаный. Фу, хорошо. Хотя на самом деле ничего хорошего. Так, давай думать. Убедись, что ты подготовилась. Должно пригодиться. Давай, шалфейчиком не киданул. Что там? Что ты мне скинул там? Где оно? Тут ничего. А, во, спасибо. Это уже интересно. Оно добавляет. Видишь, с каждым разом все больше, больше. Лекарства есть. Пусть будет. Без паники. Все хорошо. Все в порядке. Заходим. Ух ты ж, твою мать. Ладно. Пошла вон! А что мне от нее прятать? Что надо делать с ней? Сюда. А, ты имеешь в виду просто прятаться. Хорошо, у себя вела. О, хо-хо-хо-хо. Нихряда я вышел. Не вовремя-то, блин. Подавите Эвелину, используя способности розы. Мы должны были стать семьей. Так, я понял тебя. Первый пощель. Она еще опасна. Будь в укрытии. Где она? Блядь, она сзади. Они заботятся только о своей гадкой розе. Фига. Фига, не бзды. Сейчас она будет бэхать, и потом надо подойти ее рубануть вот так вот. Два раза. Ну, где-то разика три, наверное. Хер его знает. Так, где она? Ты умрешь. Сиди, не высовывайся. Так, первый пошел. Смотри под ноги. Смотрю. Стараюсь. Так, она делает три. Мы подходим и вырубаем ее нахрен. Но этого мало. Этого все равно мало. Так, она сверху. Бля. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня больно. Надо выпить. Так, тихонечко. Тут не все так быстро делается. Раз, два, три. Потом вырубаем вот эту. Чтобы до нее добраться, это надо еще постараться. Ждем, и потом вырубаем нижнюю. Давай. Раз, два, три. Погнали. Погнали. Быстро, быстро. Нет, не успеем. Наверное, я не успею. Так, сидим тогда, не бэзаем, не паникуем. Сейчас она сделает еще разок. И можно подниматься. Так, давай. Готово. Ай, сучара. Блядь. Нет, уходи. Уходи, розочка. Розень, прячься. У тебя есть я. Это самое главное. Сука. Опять пропала. Сюда. Сконцентрируйся, я помогу тебе. Нет. Стой. Бай-бай. Ну, вроде как-то так. Ничего я не могу сделать, как надо. Кто будет такое любить? Ты о чем? Уйди! Это все из-за тебя! И ты не получишь! Что ты хочешь? Я не знаю! Роза, беги! Не сдавайся. Найди кристалл. Это же батя наш. Судя по голосу, наш батя. Как он физическую оболочку принял, это вопрос. Вейки-вейки. Мы снова на улице. Майкл! Ты здесь? Роза, беги! Он спас меня. Но это был прикольный твист. Я был с собой. Это голос. Папин голос. Майкл, это... Мой папа? Не сдавайся. Найди кристалл. Благодаря ему... Я еще жива. Я должна найти кристалл. Ну, тогда пошли. Найди очищающий кристалл. Так, что здесь? Ничего. Ты не одна. У тебя есть я. У тебя есть прекрасный пистолет, две ампулы здоровья и ружье без патронов. У тебя все в порядке. Грех жаловаться. Я думаю, патрон мы сейчас найдем. Понимаешь, с оружием в руках как-то немножко спокойнее, мне кажется. Привет. А мы тебя уже видели. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Ой, хорошо. В принципе, нормально. Но хотелось бы немножко для дробовика. Так, и что у нас тут? Такое впечатление, что мы идем той самой дорогой, которой Итан шел в самом начале игры. Помнишь, когда он попал в эту деревушку, было похоже. Там пару ворон вылетало, еще пугали нас. Ух, страшно было. Так, ладно. Можно использовать как пугач. Ой-ой-ой. What the fuck? Что это? Какого хрена? Ух, ни хрена себе там это! Цветочек, блядь, аленький. Я не знаю, выглядит довольно странно на самом деле. Но выхода у нас с тобой нет, поэтому пошли посмотрим. Может быть... Что это? Я чувствую, там что-то есть. Ну, как минимум, вот можно посмотреть. Огромный сгусток. Непонятно какой-то жижи. Аккуратно. Кто это? Кто это такой? А я не могу на него прицелиться. Не разрешает игра этого делать. Бать, это ты? Это мы, короче, типа мы. Да, это ты, ба-ты, розочка. Это ты. Только уже одета нормально. Не так, как те, как служанки были. Помнишь, зайчонки эти? О, пучок белого шелфея, но пока не нужен. Пусть лежит, может пригодиться. Сюда. Да, видочек, конечно, такой... О, замок Димитреско. Отлично. Какие-то как планеты издалека похожи, да? Очень странно вообще все это. Типа нас Роза ведет куда-то, видишь? Статуя огромная. Вот эта статуя, которой мы искали маски, видишь? Вот эти маски. Псевдокристалл должен был быть там. Весь наш путь здесь. Привет, дамочки. Я стала еще сильнее. Ну, походу, да. Фу, какой звук они издают забавный, да? Так, что? Мы можем пройти здесь? А, ты не можешь встать, хуета. Лежать давай. А надо ли мне всех вас убивать? У меня патронов не шибко много. Опа. Теперь нормально. Так, это вроде не встает, и хорошо. Фу, эти сгустки, это ужас, блядь. Очень смешно. Нифига себе, что творят. Что у вас за прелюбодеяние там? Так, ладно. Может, патрончиков где-нибудь подсобят. О, спасибо. Шалфей никогда не лишним не бывает. Патроны для пистолета. Этим вообще по херу, по-моему, да? Что происходит? Что надо делать, нет? Блядь! Фу. Что ты там делаешь? Что вам надо от меня? Давай, 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 давай. А, я помню, сюда же Крис спускался, по-моему. Нет? В это место. Можно найти кристалл. Можно найти кристалл. Сейчас найдем. Нет, самое. Не переживай. Ты же со мной, ты в моих надежных руках. Я тебя выведу из любой жопы. Ты ба-бах! И мы уже внизу. Сейчас поищем, что в пещере. Не помешало бы, конечно, фонарик включить, чтобы хоть что-то видеть. А могу я что-то сделать? Нет, не могу. Жалко. Ух ты, дикора. Ебать-то рахтеть. Это что, черчхела? Что это такое? Это, видимо, метамицель и вот это вот сердце, понимаешь? Сердцевина ее. Значит, здесь создавали моих клонов? Ну, получается, что да. Похоже. Ух, там внизу что-то. Машинка. Так, значит, там безопасно. Прыгай. Я думаю, она бы ногу же лишилась, так прыгая. Кто-то был. Ну, как минимум, да. Так, давай почитаем. Мегамицелий поглощает воспоминания всех живых существ, находящихся рядом, но в его мире действует ряд законов. Пожалуй, стоит составить список по мере их понимания. Составляющие этот мир воспоминаний не всегда отражают реальность. Тот, кто при жизни был связан с мутамицелием, сохраняет свои способности в его мире. Это совпадает со сведениями о мегамицелии в моих видениях перед смертью. До моей смерти, моего материального тела уже нет, его поглотил мегамицели, но я не теряю надежды, ибо обрела невероятные знания. Мои многолетние труды не пропадут в нутуне. Так, воспоминания здесь, они разбросаны, мне нужно найти подходящую оболочку, которая сможет ее удержать. И, конечно, я знаю, какая оболочка подойдет идеально. Несмотря на долгие годы поисков, мой единственный вариант это розмари уиндерс. Ну, роза розмари. Сокращение и полное имя. Вот так вот. Понятно? Или непонятно? Если непонятно, давай разбираться дальше. Десять патронов для дробовика должны как бы понимание добавить точно. А, я все понимаю. Чик-жик, хорош. Ой-ой-ой, мне дают очень много всего. Видимо, жесткий бой предстоит. Я создала копию розмари уиндерс в надежде, что идеальный дубликат станет пригодной оболочкой. Результат далек от совершенства. Судя по всему, что-то мешает мне изготовить пригодную оболочку. Вместо этого мне удалось создать, по сути, живую куклу. Да, она похожа на настоящую розмари, но лишена способностей. Это жалкая шелука, а не оболочка. Пользы от нее нет. Я буду продолжать опыты в надежде найти источник помех. Пока что я рассматриваю следующие гипотезы. Мешает что-то, типа настоящей розы, которая еще жива, мешает кто-то, обитающий в этом мире. Или третий вариант – есть изъян в технологии изготовления. Пожалуй, лучший выход – заманить розу в этот мир. Если она станет оболочкой, это здорово упростит мне задачу. В ходе дальнейших опытов с копиями розы выявилось новое интересное обстоятельство. В ситуации, вызывающей сильный страх, они начинают проявлять некое подобие способности розы. Это требует более пристального изучения. Полагаю, мое первое творение «Герцог в маске» идеально подходит для такого стресс-теста. Похоже, что пока я экспериментировала с сознанием, в мой мир явилась некая гостья. Это гостья Эвелина, мой неудачный проект. Она везде сует нос, пытаясь воплотить свои жалкие намерения, и тем самым мешает моим планам. Не вмешивайся в дело. Эвелина, Розмари Уинтерс оказалась бы на грани отчаяния, утратила волю к жизни и способности, которые ей дарвал Матамицелий. Вместо этого она загорелась новой идеей. Но я погашу ее пламя. Сюда. Так, хорошо, что это? Слушай, нам очень много оружия дают. Меня это, блядь, немножко стремает. Что это такое? Оно реально странное. Все ли я собрал? Ммм, вроде бы все. Так, еще немножко белого шалфея. Его, кстати, можно использовать. У нас есть белый шалфей и вот такая вот штука. Эмс готова. Чувствую, будет весело. Раз столько всего надавали, как бы нас готовят к чему-то серьезному. Ну, понятное дело, что будет какой-то босс. Финальный, видимо, уже. Ой, а тут что, текстуры пропали? Или так надо? Видимо, так надо. Снова это чувство усиливается. Видимо, кристалл рядом. Майкл, я уже близко. Ну, типа того. Еще немножко. Так, а что здесь? Что это? Туда можно пройти? Не, она не хочет. Я, в принципе, понимаю ее. Я бы тоже туда не шел. Там что-то слишком страшно. Чернобог, живущий в нас и дарущий сущность, сотвори для нас новый мир по воле твоей. Твое темное сознание, милостиво, не спосла на нам вторую жизнь, и мы приняли ее с радостью. Ты пьешь кровь заблудших огнцев, сгинувших на твоей темной земле. Но не истребляя, а сохраняя ради, дабы вновь вернуть их к жизни. Очень, бля, сложно. Непонятно. Так, где-то там уже должен быть подъем. Смотри, как красиво. Я это чувствую! Ну, так-то. Забрать его вряд ли получится просто так. Помогло. Надо же. Так вот, каково быть нормальной. Роза, я ждала тебя так долго. Кто? Кто ты? Меня зовут Миранда. Что? Твоя сила стала огромной. Такой, что я не могла повлиять на тебя отсюда. И вот, мне пришлось заманить тебя в этот мир, чтобы ты добровольно избавилась от своей силы. Нет! Пес мне сказал... Разве он? Может, я? А? Тот пёс был иллюзией. Правдоподобно. Не так ли? Как так? Сегодня, наконец, твое тело перейдет к моей геме! Роза, беги! Итан, червя! Беги! Жаль, что этот старт доступен для тебя. Он не спасёт тебя, Роза! Ты умрёшь. Лицо бате нам не показывает, кстати, да? Что интересно? Э, покажи лицо! Хочу посмотреть. Нам не... Даже от этого режима... Ничего такого, видишь? То есть, как бы никак нельзя камеру повернуть, чтобы увидеть. Стараюсь, стараюсь! Хорош! Слушай, нормально? Батя, ну ты красава вообще. Я в твоей куртке, если что. Не зря я всю игру в ней хожу. И руки нормальные, кстати, у него. Мы же цапнули руку в начале, в самом... А если я нажму, короче, Escape и включу фоторежим? Можно я посмотрю вперёд? Сброс настроек, глубина резкости, камера, наклон, прочая, рамка логотип. Эффекты, эффекты, глубина. Нельзя, видимо, блин. Жалко. Так, ладно. Я не хотел всё усложнять. Это было бы слишком читерски. Нет, может, читами как-то и можно. Прости, что ушёл тогда. Но мне надо было найти выход. Он здесь. Совсем близко. Роза! Давай, давай, давай. Посмотреть бы на тебя хоть, батя. В кого же я такая красивая? От меня не убежать, Роза. Итан, какой же ты упрямый. Папа! Роза, это твой шанс. Тебя ждёт новая жизнь. Друзья тебя больше не назовут чудовищем. Нет! Роза, уходи же! Я тебя не брошу! Знаю! Знаю. Я люблю тебя. Но я хочу тебя защитить. Пожалуйста! Итан, ты Михайли чердак! Я справлюсь. Беги отсюда! Ну всё. Тебе, Миранда. Твоя песенка с педа. Не бойся, пап. Я справлюсь. Думаешь, твои способности помогут преодолеть меня в сердце моего мира? Ух ты, девчонка! Ух ты! Да ты что! Прикольно. Поглотите летящие вас снаряды. Давай. Может, я зря стреляю? Давай. Эй, я ж поглощал! Или не так поглощается? Не, так не работай. Сука! Так, подожди. Сейчас разберёмся. Сейчас она запустит какое-то говно у меня. Надо разобраться, как она... Работает так, она меня опускает. Опа! И обратно. Я поглотил. Накопите энергию розы, совершите мощную атаку мегалицелия. Не забывайте гуляйся! Давай! Получилось? Нет? Ну, наверное, да. Наверное, что-то вышло. Сейчас всё закончится. Ай-яй-яй! Копим этого мало. Ну-ка, покажи мне себе. На, сука! Стреляй, розочка! Стреляй! Откуда тебе столько силы? Вот-вот, батя постарался. Мама немножко... Тихо. Стоять, бояться. У нас по жизни всё в порядке, да? У нас по жизни всё хорошо. Так. Шлёндра, блядь, где ты есть-то? Твоё время подходит к концу. Выбери использующиеся белые шалобы. Дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру. Куда ты полетел? Сюда. Ты просто оболочек! На нахуй! Я не знаю, сколько раз так надо делать, но, видимо, придётся часто. Только ты способна вернуть её мне. Любой ценой. Я готова на всё. Да я точно добьюсь своей цели. Она говорит, как политики перед выборами. Похоже. Ты не будешь жить долго и сейчас. О-о-о-о-о-о-о, фу, жижа. Так, ну пока вроде, ну, ой-о-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, грязючка. Тихо-тихо-тихо ша. Спокойно. Жива, здорова, пока еще норм. У меня еще жизни до херовой тучи. Так, ждем, пока она будет гасить нас, и возьмем энергию, правильно? Копи! Копи. Копи. Где эта тварюка, блядь? Где ты, скотыняка, блядь? А, вон она где. Бля, я просрал этот... Ладно. А вот теперь уже надо похилиться. Немножко ложанулся, но ничего, сейчас наверстаем. Так. Останься здесь! Вот теперь надо. Блядь. Где она? Нужно, чтобы она была на земле, вот она. Ну, сука. Хороший. Сейчас мы тебе, рогатвы, и подстреливаем быстро. Что это такое? Неприятно, согласен. Но ничего. Я покончу с этим. Так, тихо. Опять дымка ссаная, ничего не видно. Тебе не удастся. Оу! Тихо. Держимся, держимся. Так, погоди-ка. Это серьёзно. Там что-то вылилось фоном. Я тут. Папа! Возьми. Обей. Ей конец. Тоби, пизда. Ха-ха. Сейчас. Так, что? Терпись! И отдохни свою силу! Сдохни, Миранда! Хорош. Господи, тут пиздулей, если я так пропишу, бля. Давай, 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 давай. Слой силы. Ты была бы идеальной оболочкой твоей гены. Заткни свою пыльку, тварь! Всё. Я не безмозглый клон. Я, это я, Роза. А ты умрёшь. Моё небо! Роза, милая. О, боже! Ты, ты так выросла. Я не мог быть рядом с тобой. Но всегда старался защищать. Прости, у меня не получилось. Ты защитил меня уже столько раз, пап. Нет. Я не смог. Ты упустила шансы. Прости меня. Нет. Это мой выбор. И я ни о чём не жалею. Если бы я ушла, у нас никогда бы не получилось поговорить. Вот так. По душам. Всё хорошо. Только не волнуйся. Я горжусь тобой. Я очень горжусь тобой. Я люблю тебя, Роза. И я люблю тебя, папа. Где я? Вернулась. Нифига себе ты поспала. Хороший крепкий сон. Это круто. Ну, кажется, как будто она спала. Но кольцо батя у нас уже есть. Значит, это была правда. Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя. Она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ээээ... Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну, ты глупышка. Думаю, Луна не похожа на рыбу. Что очень похожа. Хотя... Папа, С днём рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты всё знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашёл её. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина. Не смей меня так называть, понял? О, эй, эй. Я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Всё под контролем. Подросток же. Роза, соберись. Возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю. Я знаю. Ну вот и всё. Надеюсь, что вам понравилось. Вот такое вот дополнение DLC для Уиллэйджа, для восьмого резидента. Концовка взята из оригинала. То есть она как бы дополняет, да, почему нам это показали, что случилось с Розой. Всё стало более-менее на свои места. Будем ждать интересных новых DLC, новых частей по резику. Ну а пока, наверное, всё. Если я правильно понял, то дальше вроде бы уже ничего нет. Если появится, я вам обязательно покажу. Всего хорошего. Залетайте в Телеграм, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok